Введение. Вот пианино. Клавиатура начинается и заканчивается. Клавиш всего 88. Они не бесконечны. Ты бесконечен. И бесконечна та музыка, которую ты извлекаешь из клавиш. Эпиграф из фильма «Легенда о пианисте океана». Как же так получается, что игре на фортепиано обучаются сотни тысяч людей, а извлечь из инструмента музыку удается далеко не всем? И среди этих одаренных находятся еще и такие, которые могут так извлекать музыку из клавиш, что заставляют плакать от восхищения добрую тысячу зрителей. Как же так получается, что одному оратору удается подчинять себе аудиторию и даже повести за собой народные массы, а другого никто не воспринимает всерьез? Почему одно коммерческое предложение вызывает интерес, а другое игнорируется? Одного руководителя уважают, а другого бегут. На одном совещании шеф обращается к подчиненным с речью, и они с вдохновением и желанием принимаются за дело, а на другом люди подавляют зевоту и не верят в затею шефа. Не кажется ли вам иногда, будто люди, умеющие влиять на других, просто волшебники? Словно им известны потайные кнопки внутри человека, на которые они умело и вовремя нажимают во время своих коммуникаций или выступлений? Хорошие новости. Да, есть такие кнопки. И эти люди, безусловно, талантливы, но они не волшебники. И в этой книге речь пойдет об особом искусстве общения, о так называемой технологии коммуникативного гипноза, который подразумевает широкий спектр вербального и невербального взаимодействия на переговорах, совещаниях, презентациях, в переписках, а также, конечно, в общении с близкими и любимыми людьми. Имеет ли отношение коммуникативный гипноз к медицинскому и эриксоновскому гипнозу? И да, и нет. Нет, потому что речь не идет об отключке человека или манипуляциях с его сознанием, вы не научитесь зомбировать людей и заставлять их что-то делать против их воли. А да, потому что технологии гипноза применяются не только в гипнотическом кресле. Их много вокруг нас, в поседневной жизни, в общении с клиентами, с коллегами, с друзьями, с детьми. Если вы не знаете об этих приемах, это не значит, что они на вас не действуют или вы не используете их непреднамеренно. Итак, не подвергайтесь риску нежелательного воздействия и не лишайте себя удовольствия изящно влиять на желание другого человека искренне совершить хороший поступок. Более 17 лет я занимаюсь развитием и практическим применением технологии коммуникативного гипноза. Я собираю самые впечатляющие выступления ораторов, записываю удачные речи политиков и бизнесменов, подбираю примеры из мировой литературы и опыта моих клиентов. Цель этой книги – познакомить вас с простыми, но очень действенными приемами коммуникативного гипноза, чтобы вы сделали их своей привычкой в любом общении. И тогда вы начнете удивляться тому, насколько легко люди соглашаются с вашими предложениями, насколько больше становится вокруг вас позитивных эмоций и позитивных людей, и насколько вам легче достигать своих самых дерзких и амбициозных целей. Читайте, слушайте, наслаждайтесь и уверенно шагайте в свое идеальное будущее, где искусство вашей коммуникации обеспечит вам мощное конкурентное преимущество. Однажды на том свете Эйнштейн за все его заслуги перед человечеством попросил устроить ему аудиенцию Творца. Приводит его ко Всевышнему и просит он. «Всевышний, мне тут в царстве твоем заняться особо нечем. Ты не мог бы мне дать для изучения твою формулу человека». Творец покопался на своих полках, достал оттуда и протянул ученому исписанный мелким неразборчивым почерком помятый листок бумаги. Через некоторое время великий физик вновь просит аудиенция. Утомленный, обессиленный, в нездоровом эмоциональном возбуждении обращается он ко Всевышнему. «Творец, я потерял сон, аппетит, я не могу понять, кто из нас неправ. Взгляни на то, что ты мне дал, ты видишь, здесь ошибка, ошибка!» Альберт стал задыхаться и кашлять, но продолжал дрожащими руками тыкать в листок с формулой Творца, повторяя единственное слово «Ошибка, ошибка!» Звонкие и глухие согласные, громогласные и гласные разлетались по всей божественной канцелярии, ударяясь от твердой предметы и возвращаясь со страшным шумом, отчего даже звезды посыпались с небес. А Всевышний миролюбиво погладил густую белоснежную бороду, чуть сморщив лоб от грома и грохота и, с озорством прищурив глаз, сказал «А я знаю».